Всем привет, с вами MaxMG и сегодня я покажу вам три простых бюджетных колоды, на которых вполне комфортно будет играть любому новичку, только-только начавшему играть в Legends of Runeterra. Эти колоды собраны по большей части из обычных карт, многие из которых доступны с самого начала игры. Колоды агрессивные, так что на них будет легко и весело подниматься по рейтингу, где-то до уровня золота может быть повыше. Итак, без лишних слов, поехали! И первая колода, которую я хочу вам показать, Illusive Rush, полную сборку вы видите сейчас на экране. Основа колоды, это большое количество невидимых карт Ионии, с которыми без наличия контроля очень сложно справиться. Учитель и Белый Тигр за 5 маны помогут раскачать нашего Зета, так что он еще бодрее ломал Нексус врага и на халяву забирал юнитов противника. А лучшие в игре мидгейм заклинания Ионии позволят противодействовать контролю врага и защитят наших юнитов. Джинкс с ее супер мега ракетой обеспечат нам сильный лейтгейм и позволят дожать противника. Теневой убийца и алхимик, особенно в присутствии заговорщика, который может возвращать эти карты обратно в руку, дают нам хороший дров карт на всем протяжении игры. Так что вы никогда не окажетесь беспомощны, если не получилось задавить противника в начале. Обязательные карты вы видите на экране, они 100% должны присутствовать в колоде. Если у вас чего-то не хватает, то можете использовать вот эти карты. Но помните, что у вас агроколода, не нужно перегружать ее тяжелыми картами. Следующая колода – любовный дуэт Элизы и Дарилса. Палки и топоры. Колода у вас на экране. Сценарий очень прост. Мы пытаемся заспамить противника пауками и агрессивными юнитами Ноксуса в ранней игре. Убираем с дороги мешающих нам героев и вредных существ контролем. И добиваем противника сверх уроном от Дарилса и вот этих двух карт. Если же всего этого кажется мало и противник каким-то чудом выживет, то у нас есть коронный капитан Фарон и его топоры, которые окончательно сравняют противника с землей. Обязательные карты этой колоды вы сейчас видите на экране. Остальное можно заполнить любыми пауками, дополнительными картами контроля или дешевыми агрессивными юнитами Ноксуса. И третья колода в этом выпуске, это уже известные нам иллюзив юниты из Зетт, но уже под поддержкой Браума. Идея очень проста. У нас есть множество невидимых юнитов из Зетт, которые будут ломать лицо врага, а также большое количество бафов и заклинаний, защищающих наших невидимок и помогающих им выполнять свою грязную миссию. Ваши челленджер юниты помогут вам вытанковать вражескую агрессию, но и Абраум под бафами, получивший левел ап и наспамивший полный столпору, это вообще страшная сила. Обязательные карты этой колоды вы сейчас видите на экране. А вот несколько карт, которые можно добавить, если у вас чего-то не хватает. Вот такие три бюджетные колоды. Пишите в комментариях, если вам интересны видео с играми на данных колодах, а чтобы не пропускать следующие выпуски, подписывайтесь и ставьте лайк. Всем удачи на плек сражении и пока! Субтитры сделал DimaTorzok